Сегодня у меня есть замечательная возможность послужить вам, рассказать о том, что Господь вкладывает в мое сердце, о каких-то переживаниях, откровениях. Так, что-то гудю, гудю. Но сейчас, я думаю, все исправится. Я рад видеть вас сегодня на собрании. Когда я знакомлюсь с людьми и осознанно хочу представиться человеку, как христианин, как верующий, я говорю так. Здравствуйте, меня зовут Евгений, я христианин. И дальше добавляю. Я в воскресенье хожу в церковь, читаю Библию и молюсь Богу. Это такое, ну как бы, определение мной самого себя. Я думаю, что я не один такой. Я думаю, что многие из вас, когда встречаются с каким-то человеком и осознанно хотят ему проповедовать Евангелие, поступают так же. Они как-то затрагивают тему своей веры и посещение ими церкви или чтение слова для того, чтобы заявить о том, что, ну, я верующий. Я сегодня буду проповедовать о вере. Вот, если вы там пишете, то тема о вере. Это не название, это тема. О чем? Не так давно мы с супругой ехали на машине и размышляли о том, что уже столько времени прошло с того момента, как мы верующие. Я более девяти лет как покаялся, пришел в церковь. Она четырнадцать с чем-то, наверное, с половиной. Вот, и что сегодня наше состояние, наше желание или жажда по Богу, она отличается от той, которая была, когда мы только узнали о Христе. И мы размышляли о том, почему такое происходит, почему так получается. Я, вспоминая себя девять лет назад, когда уверовал, я помню, с каким желанием и с жаждой я бежал в воскресенье к одиннадцати утрам в церковь. Я помню, что меня невозможно было остановить, и я очень быстро собирался, никакие предлоги, причины, какие-то мероприятия были запланированными моими родителями на это время, на этот день. Они не могли меня остановить от посещения церкви. Я помню, как я читал Библию за поем, я мог два часа, сидя в маршрутке до работы, просто читать Евангелие. Причем все сподряд. Ну вот, как бы вот, как текло, вот как получалось. Я помню, как я молился, я не останавливался, я просто ходил по улице, гулял, размышлял, общался с Богом. Сейчас, ну или спустя какое-то время, происходят определенные изменения. И я думаю, что они происходят не только у меня. Я думаю, что они происходят у каждого человека, кто однажды встретился с Богом, уверовал в Него. Происходит определенный кризис, некое переосмысление, некое осознание чего-то другого. Я сталкиваюсь с подростками и знаю, что некоторых из них родители будят в церковь в воскресенье. И они, ну, происходит приблизительно следующее. Петя, Петя, ну вставай, Петя, вставай, сегодня воскресенье. Мам, ну я вчера поздно пришел. Вставай, там тебя ждут на собрании, пойдем. И Петя невольно так встает, идет на собрание. Приходит, его место занято, он такой расстроился. Ну ничего, я посижу где-нибудь рядышком. И проповедник-то не такой веселый вышел сегодня. Вот в прошлый раз был, да. И порой, я думаю, что такое понимание посещения церкви мы обращаем на Бога. Мы думаем, что Бог, Он точно так же нас с утра будет, в воскресенье. И говорит, пойдем, я тебя так жду там, пойдем, бегом, ты мне нужен там, пойдем, а то все пропустишь, давай, давай, вставай. А ведь Бог не такой, как мама. Он не так поступает. Он не стоит у твоей кровати, Он не уговаривает тебя. Пойдем, пойдем. Но мы начинаем считать спустя какое-то время, что это именно так. И наше непосещение церкви в воскресенье так или иначе угнетает нас. Совесть заставляет нас считать, что мы совершили что-то плохое. Богу это не понравилось. Богу так хотелось, чтобы мы были на собрании. Он скучал по нам. Мы начинаем так думать спустя годы. Знаете, я когда пришел, мне сказали, тебе теперь нужно две вещи делать. В воскресенье быть на собрании и во вторник на домашней группе. Я пришел во вторник на домашнюю группу и начал заглядывать в рот лидеру домашней группы, которая рассказывала что-то, размышляла, задавала какие-то вопросы. И я думал, вау, это Бог говорит через нее. Да, это так потрясающе. Знаете, спустя 9 лет я понял, что в церкви 70 лидеров домашних групп и через каждого из них говорит Бог. И знаете, они иногда очень радикально противоречат друг другу. И что с этим делать? Кто-то из них неправ? Кого слушать? Или к кому-то не ходить? Они иногда даже еще и ссорятся между собой по поводу того, что они по-разному думают. И как? То есть, ну что, не ходить на домашнюю группу? Ну, может быть. Или все-таки стоит. Я хочу сказать, что у нас складываются определенные стереотипы спустя время. Мы начинаем думать. Я верующий, потому что я хожу в церковь. Я верующий, потому что я читаю Библию. И иногда, если ты не прочитал с утра Библию, или ты ее не прочитал уже неделю с утра, ты заставляешь себя это сделать не потому, что тебе хочется, а из страха потерять спасение. Потому что ты думаешь так, если я не читаю Библию, то все, я перестану быть верующим, и Бог меня не спасет. И это пугает тебя, это пугает меня. И ты заставляешь себя идти, брать Библию, читать, останавливаться где-то, 15 минут молиться. Знаете, и из-за этого происходит такое ощущение, что я верующий, потому что я читаю Библию. Я верующий, потому что я помолился сегодня. Но ведь на самом деле это не так. Я не поэтому верующий. Я не поэтому верующий. Я хочу сегодня рассказать вам то правильное понимание, из-за чего происходит наша вера, и что вот эти стереотипы, которые появляются со временем в нашей жизни, их нужно разрушать и переставать так думать, прекращать так думать. А этим летом мы с подростками выезжали, как обычно, на природу, на неделю, и у нас была тема. У нас была тема, мы строили скинью Моисея. И как мы ее начали строить? Мы первый день ставили ограду внешнего двора. Кто читал книгу «Исход», последние главы, хотя бы смутно представляют, о чем я говорю. Потому что, ну, я на самом деле в эту тему погрузился, когда учился на библейских курсах, она мне очень понравилась. Там очень много цифр. Я очень люблю цифры. Но они ожили для меня, когда преподаватель объяснял, что это, почему так, и что сегодня это может быть использовано тобой в твоей жизни. И на самом деле скинья Моисея, это строение, которое Бог заповедал Моисею, как построить ее, она сегодня является прототипом нашего храма, нашей жизни, нашего тела, того, как мы живем и служим Богу. И вот мы начали строить, мы начали с внешнего двора, то есть с забора. Мы поставили колья, натянули ткань по периметру, оставили ворота. Мы, конечно, ставили не в полном размере, там не было у нас так много места, но мы старались максимально приблизиться. Во внутреннем дворе там было два предмета и большая палатка, то есть сама скинья непосредственно. Вот два предмета, это был медный жертвенник и медный умывальник. На медном жертвеннике священники ежедневно сжигали жертвенных животных. Медный умывальник был для того, чтобы священникам умывать руки и ноги. И знаете, сегодня это является прообразом для нас того, что находится у нас и, видимо, в наших жизнях, видимо, для окружающих. То, как мы представляемся. Я хожу в церковь, я жертвую Богу, кто-то даже говорит о том, что Он приносит жертвы, десятины, и я стремлюсь жить святой и праведной жизнью. Это то, что видят окружающие. Служение внешнего двора. Твои жертвы по воскресеньям с одиннадцати до часу или до двух. И твоя благочестивая жизнь, когда ты стремишься не пить, не курить, не материться, ну, какие-то такие внешние пагубные дела не совершаешь. Дальше шел сам шатер с киния. Я не буду подробно рассказывать, но я затрону предметы, которые внутри находились. Там было два отделения. Святое и святое святых. Вот в святом стояли три предмета. Стол с хлебами предложений, семисвечник, светильник и жертвенник курений. И они также символизируют определенные обряды и ритуалы, которые сегодня есть в нашей жизни. Мы это со временем строили с подростками, строили все. У меня даже фотографии есть, они не показались сегодня. Какой-то формат неправильный. А когда священник каждый день приносил хлебы, выкладывал их на стол для хлебов, это символизирует Писание, Библию, чтение. Когда мы читаем. А жертвенник курений символизирует наши молитвы Богу, наше ходатайство, нашу хвалу. И семисвечник символизирует общение святых. Когда мы поддерживаем друг друга, подкрепляем, молимся друг за друга. Знаете, это не видно внешним, не видно окружающим. Но когда священник заходил в Скиню, все догадывались, что он там делал. Он зажигал светильник, он возносил курение, раскладывал хлеба. Это немного тайная жизнь, но немного. А есть святое святых. И там стоял ковчег завета. Знаете, когда мы все достроили, поставили ковчег завета, положили в него то, что там лежало, это сосуд с манной, жезл, который расцвел у Аарона, и скрижали заповедями, и скрижали заповедями. Нас осенило то, что мы строили всю неделю и не знали, что окажется внутри в конце. А на самом деле, когда Бог заповедал Моисею то же самое сделать, построить Скиню, если бы не было вот этого ковчега завета, то все остальное и строить-то не надо было бы. Точнее, даже не ковчега завета, а того, что в нем находилось. Если бы вот этого не было, то это все было бы пустой скорлупой, шелухой. Это все внешнее, что Он заповедал создать, оно было нужно лишь при одном условии, что стоит ковчег завета, и в нем лежат эти предметы. А что это были за предметы? Это были Божьи откровения, Божьи чудеса. Господь открылся израильскому народу. Он дал ему манну на каждый день. Знаете, мы иногда боимся, нам страшно, а что Бог будет завтра? Вот знаете, даже в пустыне Бог позаботился о своем народе. И это было откровение. Бог сделал так, что палка сухая зацвела у Аарона, тем самым показал, что он избрал его, и это тоже было откровение. А скрижали с заповедями, это правило жизни. Вы знаете, о них можно рассказать, можно их перечислить, их десять, но их невозможно исполнить, если они тебе не открыты. Это тоже откровение. Это откровение, которое Бог дает каждому. и у каждого оно свое. Я так часто размышляю о том, почему люди уходят. и вот этот кризис веры, он происходит, потому что люди не знают, как дальше быть. Первая любовь прошла. Иногда такое происходит в семьях спустя годы. И тогда три выхода. Первый это развод, самый простой. Ну все, до свидания, Бог, я пойду. Что-то здесь было не так, я ухожу. Второй способ это делать вид, что все так, и не обращать внимание, что все не так. Люди живут на одной площади, спят в одном помещении, едят на одной кухне, но на самом деле между ними нет ничего общего. И третий выход это что-то делать. Что-то делать, чему-то стремиться, в чем-то пытаться разобраться. И так же с нашей верой. Почему люди уходят? Ну им кажется все просто. Первая любовь прошла, что-то пошло не так. Ну, наверное, мне запудрили мозги, нет, это был не Бог, я ухожу. Второй, для меня кажется самым страшным, это сидеть здесь и не иметь личных отношений с Богом. Приходить в церковь по инерции, потому что ты привык, ты 20 лет сюда ходишь, ты не знаешь, куда тебе идти в воскресенье с 11 до часу. Ну правда, ты просто не знаешь, чем себя занять. И ты приходишь сюда, заставляешь себя читать Библию, потому что боишься, что Бог тебя не спасет. Но это тоже, это неправильно. Бог желает, чтобы ты сюда приходил, потому что у тебя есть отношение с Ним, потому что Он любит тебя. и откровение о твоем спасении, которое ты получил 9 лет назад. Это не единственное откровение. Он готов открываться тебе, открываться тебе каждый день. Каждый день. Он может это делать. Тебе нужно услышать его. сейчас я скажу название. Тема была о вере. Название «Кризис веры или с Богом мечтать не вредно». Я хочу сказать о том, что Бог, Он очень естественный. Он очень натуральный, что ли. Нормальный. Он не какой-то большой дядька с бородой. Он такой же, как ты и я. Ну, вы меня сейчас, наверное, не поймете. Я хочу прочитать вам место, из Библии. Деяние, 17 глава, 24 стих. Последнее время очень часто его читают, но оно рассказывает о том, о чем я сейчас говорил. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в ракотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание и все. Знаете, ему не нужно, чтобы ты в воскресенье сидел здесь с 11 до часу. Не нужно. Он не требует служения рук человеческих. Он сам дает всему жизнь, дыхание и все. Наш Бог, Он живой. Нужно лишь жить с Ним 24 часа 7 дней в неделю. И тогда Он будет открываться тебе. Хочу прочитать еще одно место. Это послание к Галатам, 2 глава, 19 стих. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Очень часто люди говорят, наш Бог, Он не создал нас, как марионеток. Он дал нам свободу выбора. Да, это действительно так. Но знаете, сотворение человека, оно происходило приблизительно следующим образом. Господь, как кукловод, создал человека, куклу. Единственное, что Он вдохнул в нее жизнь, и она стала живой. Она стала иметь возможность принимать решения. Захотела туда пошла, захотела сюда пошла. Он дал такое право каждому человеку. но Он очень хочет, чтобы мы были послушны Ему. Правда ведь? И Он как Бог желает, чтобы мы доверились Ему. Он хочет быть кукловодом. А тебе очень страшно, но очень хочется оказаться марионеткой. Потому что если ты позволишь Ему управлять тобой, то тогда то, для чего ты был создан, исполнится в твоей жизни. Бог Он внутри тебя. Он кукловод. Он управляет тобой, но только если ты сам захочешь этого. Только если ты сам захочешь этого. 2 Коринфянам 4 глава 5 стих. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы приносим в глиняных сосудов, чтобы преисбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Знаете, Он действительно внутри нас, но как Его услышать? Как понять, куда Он нас ведет сегодня? Куда Он желает, чтобы мы пошли? Это самое интересное, потому что очень часто мы хотим, чтобы произошло вот так. Иди туда. Мы хотим, чтобы Бог вышел из нас, встал перед нами лицом к лицу и сказал, тебе нужно идти туда или туда, а туда не ходи. Мы ждем, когда Он нам объяснит, покажет пальцем, скажет на ухо, громко прокричит. Мы ждем, когда Он заставит нас что-то сделать словами. Мы привыкли к этому, потому что мы так воспитываем своих детей или животных, которые живут у нас. Если кот напортачил где-то, ты его приглашаешь на ковер и объясняешь, что вот так вот делать нельзя, вот туда нужно ходить. Если у тебя сын тебя не слушается, ты ему объясняешь, вот так вот делать не надо, а вот так вот поступать нужно. Но Бог-то, Он внутри нас, Ему не нужно для этого вставать перед нами, Ему для этого не нужно кричать в наши уши, что ты неправильно делаешь, хотя иногда приходится. Иногда приходится, потому что мы не слушаемся. Апостолу Павлу он конкретно крикнул, когда он был савлом. Он встал перед ним на дороге, он остановил его, потому что тот не понимал, куда он идет. Пророку Илии 3 царств 19 глава и сказал 11 стих и сказал выйди и стань на горе пред лицом Господнем и вот Господь пройдет и большой и сильный ветер раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Знаете, дальше Илия, он не понял, к чему это было. Он снова спросил Господь, что ты хочешь от меня. И тогда Богу пришлось ему сказать, как говорится, на твердом русском языке, что он хочет от него. Но Бог, он четко дал понять, что он не в огне, не в землетрясении, он в веянии тихого ветра, он внутри тебя, он желает дыша двигать тобой, двигать тобой, побуждая тебя идти куда-то, не громкими приказами и землетрясениями. Нам страшно? Куда же Бог будет нас поворачивать? Ты думаешь, а вдруг он куда-нибудь не туда меня заведет? Мы когда плыли на сплаве по реке, мне пришел такой пример в сердце. Кто-нибудь из вас умеет плавать? А кто-нибудь не умеет? Есть такие, да? Вот знаете, мы все когда-то не умели плавать. Представляете себе человека, который заходит в реку, довольно бурную реку, и он не умеет плавать, ему страшно. Он стоит, и вода его пытается столкнуть, она течет довольно быстро и сильно, а он сопротивляется, он как инородное существо в этой воде, он преграда, он мешает, он неестественен в этой реке. Но те, кто научились, знают, что стоит тебе отпустить ноги одна и лечь на эту реку, то ты перестанешь сопротивляться в воде, она подхватит тебя и понесет, она окружит все твое тело, ты перестанешь бороться с ней. В книге Исаия, 48 стих, 17, 48 глава, 17 стих, пророк пишет такие слова, так говорит Господь, искупитель твой, святый Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя как волны морские, и семя твое было бы как песок, и происходящее из чресла твоих как песчинки, не изгланилось бы, не истребилось бы имя его предо мною. Если мы соблюдаем заповеди его, если мы слышим его в своем сердце, то наш мир как река. Мы плывем по этой реке. Наша жизнь, она как река. Мы отпустились, мы доверились ей, и она несет нас. Знаете, а куда она нас занесет? Ты не знаешь, что за поворотом. Когда мы плыли на катамаранах заворачивая за скалу, ты не знал, что там ждет тебя, ты не знал прямая там тихой глади, что тебе придется грести снова, или там бурная река, и пороги, камни, опасность, потому что можно пропороть катамаран, ты не знаешь, что там за поворотом, но ты доверяешь, ведь это река Бог, который несет тебя. все, что там будет за поворотом, это все Он приготовил для тебя, это все Его воля, это все так, как должно произойти, но если ты будешь стоять и сопротивляться, ты народное существо, ты неестественен в этой реке, Он желает, чтобы ты доверился Ему, чтобы ты поплыл за Ним. Знаете, этот мир, он создает и заставляет нас в своей голове строить стереотипы, какие-то правила, какие-то рамки, какие-то границы, если, простите меня, родители, если ты не получил ваше образование, ты станешь неудачником, слышали когда-нибудь такое? Если ты не начал, извините, сын растет в полтора года ходить на горшок, то вообще проблемы будут в будущем. Мы придумываем какие-то ограничения. Если ты в 40 лет еще не имеешь детей, все, их не будет. Если ты в 50 еще не замужем, ну все, расслабься. Да нет, у Бога все гораздо по-другому. Он не ставит этих рамок. Он дает тебе возможность мечтать и жить. Он вкладывает эти мечты в твое сердце. Он вкладывает свои желания в твое сердце. Это и есть веяние тихого ветра. Он желает, чтобы ты двигался. Он желает, чтобы ты ждал, что там будет за поворотом. А вдруг там что-то новенькое? А вдруг там водопад? Вообще интересно будет? Знаете, это тот процесс нашей жизни, который проходит с Богом. Если он течет, движется, тогда откровения его, они не перестают наполнять тебя каждый день. Тогда ты не боишься подумать, так, ну вот, завтра воскресенье, что же для меня приготовил Господь через пастора? Пойду в церковь услышу. Знаете, ты ждешь того, что будет дальше. Тебе интересно. Ты перестаешь быть цинником, продолжаешь верить в чудеса, потому что Бог их совершает каждый день в твоей жизни. Еще один такой пример, которым, наверное, я закончу. Это пример того, что Бог — это музыка или мелодия, которая звучит, которая звучит на заднем плане. Музыка или мелодия, которая звучит на заднем плане, уже звучит музыка или мелодия. Вот. Это тот мир, те обстоятельства, те люди, с которыми мы встречаемся в нашей жизни. То, что от нас не зависит. Это та семья, в которой ты родился, та школа, в которую ты пошел учиться, та работа, на которой ты работаешь. Это те вредные соседи, которые стучат перфоратором в семь утра. Это те люди, которые надоедают тебе. Это все окружающий тебя мир. Это все музыка на заднем плане. И это все делает Бог. Бог всемогущий, творец неба и земли. Это все мелодия. Но под эту мелодию есть солист. Есть солист. Есть солист, который поет. И знаете, если этот солист я, я не умею петь, то я не буду попадать ни в одну ноту. Правда. Те, кто рядом со мной стоят на прославлении, часто потом смеются надо мной, говорят, да, ты хоть как-то про себя пой. Но я от всего сердца пою, правда. Если этим солистом будешь ты, даже если у тебя есть слух, ты все равно будешь звучать не так. даже если ты будешь петь правильную песню, даже если ты будешь петь, что нужно ходить в церковь, читать Библию, что нужно славить Бога, если это будешь ты, Маша, Петя, Вася, то это будет фальшь. Но если ты предоставишь возможность в Божьем творении солировать Христу, который внутри тебя, Христу, который есть любовь, который не промахнется мимо ни одной ноты, то тогда эта песня будет звучать, тогда она будет гармонична, она будет звучать каждый день по-новому, это будет новая песня. позволь кукловоду звучать, солировать в твоей жизни, позволь ему, это очень естественно, это выглядит нормально, иногда человек вроде делает правильное дело, но думаешь, зачем он это делает, это выглядит так неестественно, а иногда он делает шокирующие вещи, но это так нормально, это то, о чем пастор Виктор говорил прошлое воскресенье, иногда милость, она покрывает даже истину, иногда что-то должно выйти за рамки, но это Бог, если это Бог, это выглядит очень естественно, это нормально, позволь ему солировать, звучать в твоей жизни, я хочу помолиться, знаете, моя сегодняшняя проповедь не призывала вас к какому-то конкретному действию сейчас пойти читать Библию, молиться, посещать воскресные богослужения, но я хотел показать вам, что вера, она реальная и можно переживать Бога даже спустя 9, 10, 20 лет, даже спустя 40 лет и тогда твоя вера будет настоящей и искусственной и твои ритуалы, которые ты совершаешь, они будут желанны и будут красивы. Дорогой Господь, я молю Тебя, Боже, наполни нас, наполни нас жаждой, жаждой по Тебе, помоги нам не бояться признать, что наша вера притупилась что мы может быть стали считать себя верующими только лишь по одной причине, что посещаем собрание святых воскресенья. Господь, это не так. Мы хотим быть настоящими, верующими, потому что имеем общение с Тобой, потому что Ты в нас, потому что Ты, Боже, реален, и Ты даешь откровения ежедневно каждому из нас. Эти откровения невозможно оформить в слова, невозможно ими поделиться со сцены, но Ты даешь их, чтобы мы могли сказать, да, я верующий, я верю моего Бога, Он живой, Он настоящий, я им живу каждый день 24 часа. Господь, помоги нам не стоять в Твоей реке, не останавливаться, не преграждать путь Твоему движению, но плыть туда, куда желаешь Ты, двигаться с Тобой в едином Духе, в одном порыве, туда, куда Ты влечешь нас. Может быть, это какие-то новые планы, идеи, может быть, на работе, может быть, в служении, у Тебя нет границ, Ты не ограничиваешь себя двумя часами воскресения. Господь, все, что угодно Тебе совершай в нашей жизни, мы доверяем Тебе, Господь, для Тебя нет ничего невозможного. Мы любим Тебя, мы желаем быть с Тобой каждый день, за дня в день, всю нашу жизнь, всю нашу жизнь здесь, на этой земле, и всю нашу жизнь там, на небесах. Мы хотим быть с Тобой, мы хотим быть Твоими детьми, мы хотим быть частью, частью Твоей. Отец, Сын, и Святой Горь. Аминь. Продолжение следует...